МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И, в общем, да, ребятушки, привет! Сегодня у нас, как бы это странно не звучало, групповая покупка конях и питомцев-скатиков. Так что сегодня я, моя сестра и мой молодой человек будем скупать в магических конях. Так, давайте, наверное, начнем с питомцев. Ты их как посмотри? Ты их посмотрел? Ты их не смотрел! Ты же, потому что не зайдешь в игру без нас! Ты мне сказал, смог посмотреть их. Я думаю, ты в игре не посмотрел. Они такие милые! Они прям такие няшные! Сейчас мы когда машут плавничком. Так, тихо. А, чё? Ай, как всегда, вот надо всем въезжать. Знаешь, я, кстати, выяснила, что на других серваках, европейских, там всё это аккуратнее. То есть никто не въезжает ни в кого. Всё спокойно стоя так, чтобы лошадей было видно. Да, они очень необыкновенные за счёт плавников. Так, ты уже покупаешь? Так, ну давай я тоже начну с синего. Я, если честно, кстати, не знаю. Может быть, потом я им имена переделаю на английский язык. Бурлящие моря, омывающие герой, полный тайный маг. Именно из этих загадочных вод появилась разноцветная лошадь под названием Кампас. Эти спокойных лошадок можно найти в бездонных океанских глубинах. Они ныряют как можно глубже в поисках, спрятанных на дне сокровищ. Постоянное плавание в холодном океане закалило лошадей породы Кампас и сделало их решительными. Это идеальные спутники для тех, кто хочет сохранять спокойствие перед лицом опасности. Но нужно помнить, что эти лошади бывают и упрямы. Юринские мореплаватели рассказывают историю о волшебных морских лошадках, которые появляются только когда их помощь очень нужна. Жертвы кораблекрушения, которые только что отчаянно барахтались в воде, вдруг оказываются на ригу целыми и невредимыми. Они помнят лишь то, что своим спасением обязаны прекрасные лошади с переливающимся окрасом, которая вытащила их из воды. Это лошадь получения названия Кампас в честь мифического морского существа Гиппокампа. Происхождение этих лошадей остается загадкой. Легенда гласит, что неподалеку от юго-восточного побережья Юрвика... Раньше был зеленый островок, где обитали волшебные лошади, но однажды случилось ужасное. Остров погрузился на дно океана, лишив своих обитателей дома. К счастью, волшебным лошадям удалось выжить. А невероятные кампасы, которых мы сегодня видим, это их потомки. Как и другие волшебные лошади, они показывают истинный цвет вдали от города, в дикой природе. И обычный окрас показывается в городе. Они похожи по ездовым качествам на халтинских лошадей, которых напомнимают и внешне. Сила 1, дисциплина 1, выносливый стрейк, гибкость 3. Стоимость 85% от таска доступна с первого уровня. Покупаем. Я бы хотела назвать Акулий, но он морской конек, а не Акула. Как его назвать? Есть лябинная, чудесная, хрустальная. Ну-ка, может холодный конек? Конфета, конфетка, комета, королева, королек, король, кровь. Кровь. Почему тут нету холодный? Хаотичный. Нет, не записи. Пошел. Э-э-э, ну, ты куда? Че, подождите. Э-э, ну, мы тоже хотим взять и прийти, наверное. Ну, не знаю. Так. Я просто не знаю, действительно, как его назвать. Я не вижу Мишу, она, видимо, тоже еще покупает. Причем у синей нет. Ну, давай хаотичный кристалл. Мальчик будешь. Морской конек. Надо, кстати, какое-нибудь имя потом дать, если получится. Офигеть, сколько у тебя уже лошадей? Откуда? Когда успевает? Не помню. Так, теперь давайте вот на эту красоточку. Теллина. Бурлящее море, омывающее юрик полной тайной магии. Именно этих загадочных вод появился отливающей перламутром лошадь под названием Теллина. Теллина обладает своим нравным характером и предпочитает держаться на мелководье у скалистого побережья юрлика. Здесь эта лошадка собирает блестящие ракушки, переливающиеся точь-в-точь, как ее и жемчужная шерсть. Она обожает все блестящее, у нее великолепное зрение, поэтому она способна разглядеть нужную вещь на огромном расстоянии. А еще это значит, что ее очень легко отвлечь. Так. Мореплаватель рассказывает историю о волшебных морских лошадках, которые появляются только когда их помощь очень нужна. Если судно сбилось с курса, а его команда в отчаянии, то жемчужная лошадь возникает среди скал, чтобы успокоить бедняк. Она помогает... Так. Всегда ставит мордой к материку, таким образом указывающая заблудившимся мореходам путь домой. Так. В честь морских моллюсков, чьи ракурина отливают перламутром в лучах рассвета. Легенда у них точно такая же, кстати, как у предыдущей лошадки. Ну и то, что они меняют внешность. Характеристики абсолютно все же самые, цена та же самая, так что осталось только придумать имя. Морская забава. Морская забава. А я, наверное, ее морскую забаву назову. Нет. Как сложно-то. Морская лазурь. Во. Все. Тратим искал, покупаем лошадок. Зачем? Хочется, да? Просто хочется, поэтому и берем. Все. Мы купили всех абсолютно питомцев, купили всех-всех лошадок. Простите, что так долго. Я все. Видим. Клопку. Мушни. Счастье полные штаны. Так. А я вижу, все уже свалили, осталась только я. Так. Так. Быстренько телепортируйте. Так. Все расползлись по конюшням. Я специально для них место поставила. Они теперь стоят здесь. Рядом, кстати, с непосредственно своим родственником Ахалтикинсом. Надо тут, кстати, сумочку взять. Так, Юня. Моя Зюня. Давай пока что в конюшню. До них встанешь. Ага. Так. На Зюню надо надеть недоуздок. Потому что это ее личный недоуздок. На какого сеть-то? О, все. Кстати, я их сейчас буду качать. Ну, сегодня, не знаю, наверное, тоже начну. Ну, вот все. Пока я их не прокачаю до 15-го. Все. Другие лошади пока что будут просто стоять и кормиться у меня. В дынниках. О, какие же они классные. Я, наверное, сяду на этого. Они очень классные. Так. Надо сейчас подобрать какую-нибудь одежку. Вот такая вот у нас вышла веселая покупочка всех морских скатиков. Или как они, панда-скаты называются. Покупка всех магических ахалтикинцев в морском стиле, если честно. То это было очень классно. Потому что, во-первых, я собрала самых дорогих мне людей. И покупка с друзьями всегда намного приятнее, чем в конном одиночестве. И вот, посмотрите, вроде бы у нас один и тот же конь, но каждый оделся по-разному. И выглядит это очень-очень круто. Я даже запечатлю этот момент, что друзья в сборе, да еще и на одной лошадке. В общем, очень классные лошадки, конечно же. Так что, если вам нравятся эти коняхи, тоже покупайте и катайтесь с друзьями. Ведь это всегда веселее. Не забывайте тренировать своих лошадок, чистить их, а также укачать морковкой. Всем пока, удачи вам и до встречи в следующих видео. Редактор субтитров А.Семкин